За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже и Сином небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам вниз, и остави нам ноги наши, яко же, и мы оставим Рожнякову нашей, не веди нас воискушение, но избави нас от лука в огонь, и от Твое есть Царство, Сила и Слава вовете, аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови за молитвы Пречистой Ти Матери и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божью милость, а будь мне грешен, и создав мне, Господи, помилуй меня, и счастливаяся грешил, Господи, прости меня грешно, помилуй и благослови. Кого тут у нас еще нету из наших? Мужчин нету. Да, и так. Здесь, Миша, руки не помил. Все, ничего, сейчас сходите, быстро сбегаете. Я посчитать вас хочу, ставьте так, чтобы мне как-то видно было. Три взрослых, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. Вчера тринадцать уехало, четырнадцать осталось. Нет, почему должно быть? Вот кто уедет только так. И что интересно, вчера фотографий много было сделано, я не знаю, то ли вдвоем они делали, это Ангелина. Самые лучшие фотографии Викторова я так и не нашел, где они, что-то он накидал там пять лет назад, которые. И получилось так вот, ну, похоже, но мне-то надо один, я выкидываю их в корзину, корзина это пропащая. Я перед этим корзину очищаю, делаю ее чистой, а теперь так, делить нажимаю, она влетела, следующий, ну и проверяю. Потом еще раз прохожу уже от заставшихся и вижу, что вот здесь вот лучше, там где-то кто-то глазами моргнул, кто не с той стороны. Ну, что-то такое, бракую ее. Но потом я создаю отдельную папку, напишу фото из корзины, из корзины все сюда забираю. И с этими отдельно буду работать, и кто будет принимать. Никита, ты понял? И получилось так, что у меня сто семьдесят две в корзине, и сто семьдесят две осталось. Кто это направляет? Ну, сто семьдесят до сто семьдесят, это понятно, что уже триста сорок четыре, триста сорок четыре. И поровну прошло, там одного не хватало, я посмотрел еще раз и вижу, что сдвоенный, это он пропущенный. Это вот, в жизни такое бывает, ну это незначительно, это бывает. Но если это один раз бывает, это случай, а два раза это система. Два раза система. Вот сегодня мы и говорили, вот тут зелень нужна. Галина Александровна уезжала, загуляла, вчера еще напомнила, зелени нет. Хорошо. Мы дальше что? С миром. Идите, становитесь, нас это касается. Зелени нет. Какой зелени? Давайте пересчитаем, когда меня не будет, чтобы вы знали, что у нас туда едет в зелень. По порядку. Загибай на пальцах, маша. Репей, листья. Молодые листья рия. Молодые, и насколько возможно молодые, одуванчик. Два. Дальше щавель. Три. Свекла. Четыре. Листья капусты. Листья. Листья капусты пять. Крапива. Крапива шесть. Перо лука семь. Перо чеснока восемь. Укроп. Там еще рвало и здесь. Девять. Салат. Десять. Десять только. Ябл. А то бывает еще и головки сегодня придется. И головки бывает. Это десять. Дальше моем. Моем вот так. Какие скорые. Сказать так. Обращил там, потер маленько. Чистое все экологически. Дальше мелко режу на особой доске. До доска была у нас какая-то в секре плесенглазовая или какая-то, я не знаю, или паранитовая. Они говорят, это не должна быть такая. Чем она не должна быть? Нож купится чаще. Но они не сказали, как будто бы она не гигиенична. Она как раз гигиенична, ничего не впитывает. Я пошел к Андрею, заказал из березы, из доски, сделал вот эти вот. Он мастер такой. Вот. Изрезал мелко. В отдельную кастрюлю. Теперь толку. Из толок я ее в отдельную высыпаю. И так, сколько у меня сегодня? Четыре раза я ее толок. Разными порциями. Вот эта зелень остается. Помаленьку встать. Не выкручивайся. Вот представь, как ты стоишь. Ты стоишь вот так вот, об нога. То есть, когда ты шевелишь пальцами, что-то мозги не думают. Никогда не шевелись. Почему? На стол руки. Зель. Вы не знаете, как учатся в других странах? Я смотрел, там мусульманин один принимает уроки. А ученики вот такие вот. Он каждого спрашивает, и так нет. Он его бьет, что у него есть в руках. Хлыст какой-то. Вот так зашибает, отбрасывает. Следующий. Может, видели кто? Это даже я мусульманам отослал, и у вас так преподают. Он говорит, ну, есть вот такие учителя. Учителя разные. И по-разному преподают. А если они учат, не учат, значит, раньше было горох. Сухой горох в угол голубей коленкой. Постой. Это кажется так. У меня бабушка, мою мать стояла тоже так же. Вот так. Это наказание. И без этого никак. А как он учится? Будет учиться. Домой не пойдет, будет сидеть, пока не выучит. Без обеда останется. Мы смотрим фильмы, которые сегодня показывают. В разных странах учат по-разному. Вот я занимался языками, когда был. Но должность у меня была техник-смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. Увольнитель дают человеку там на три часа. А у меня увольнитель было на год. И кому я говорю, у меня разве бывает срочная служба. У меня такая была должность. Я разъезжал по разным городам, осматривал здания. Я кончил строительный техникум, прорабом был. Ну, то есть, начальство мне полностью доверяло. Я приезжаю в Хабаровск, узнавал институт иностранных языков или факультет. И я с ними знакомился, в общежитии останавливался. И там жил. День работаю, я там прихожу и беру уроки. И вот один там был, сейчас я не знаю кто он, кореец. Учился вроде в Китае, одно время он китайский язык знает. А говорят, а так-то я в Японии. Понимаете, корейский, японский. А ученый сейчас английский, там французский. Какая грамота у людей. У нас, говорят, учитель ходил. Ну, он, говорит, ходит, а у него вот три пальца, вот я сделаю, вот такая линейка, вот такой высоты. Так, мы все сидим, говорит, на парке, руки вот так вот вперед. Вот. Ни один палец, чтобы не был согнутый. В других местах. У мусульман вот так сидят, показано в классе. Все до одной девушки. Все одеты в платки, в хиджаб и все в руки. Она пришла учиться. Это мне присылает жена Мулы. У нее два высших образования. На четырех языках знает, а он только шести разговаривает. Нам учиться, но учиться надо у людей. Это они такие, а они урюх, чурки. Это мы чурки. С глазами. Ну, говорит, я говорю, ну и что дальше? Ну, ходят по рядам, смотрят. Голову можно повернуть, на 13 градусов. Больше нельзя. А я так. На молитве ты извертелся все время, стоишь рядом со мной. Все время вот голова. Кто-то, а родители стоят любящие. Ребенок только тыкнул, уже туда. Лицемеры. С детьми жен оставляют, а тут ребенок тыкнет и прямо из себя выходит в храм. Это уже назад смотрят. Почему? Лицемерие. И он, говорит, вот эта линейка у него. У меня такая есть она, метровая-то. Он, говорит, как шваркнет. У меня, говорит, есть рубец, говорит, чуть не неделю был. Все понял? Понял. А когда в тюрьму берут, он освещает. Так. И кто это сделал? Я не знаю. Он вот там стоит, а их специально учат. У него перчатка надета, да еще там какая-то, наверное, жизнь. Он как? Бел живот. Ответ неверный. Я не был. Снова бьет. Живот тот согнулся. Ответ неверный. Ну, там был еще только вот этот, там такой-то. Васильев был, Иванов. Наполовину неверных. Кто еще был? Там пять человек было. Я не знаю. Он снова бьет его, кверх ногами опрокинулся. Вставай, падло. Я тебя сюда не звал, пришел. Ты сам залез в тюрьму. Кто еще пятый? Все, тебе пятый. А там подвешивают за ребра. Крюк. Белый лебедь. Там из тебя вытащат все. А я не буду подчиняться. Будешь. А ты не будешь подчиняться. День, два, три, четыре. На четвертый день загнешься. Умер. Сердечный приступ. Поэтому, чтобы туда не попал, вот. Я сейчас рассказывал. Он пожилой не курит. Я говорю, курил. Курил, говорит я. А когда маленький был, и курил. А как бросил? Тятька узнал? Папы не было. Никто папа не звал. Тятька. Тятя. У русских тятя. Папа придумали. Папа римский стоит. Тятя, тятя. Наши сети. Притащили мертвеца. Пушкин писал. Для чего? Тятя, тятя. К отцу обращается. Меня тятя, говорит. В амбар завел. Но амбар там все хранится. От бруя. Зерно насыпает. У него вожжи были. И через сидельник. Через седло перекидывались. Я не знаю. Глю, узечки. А там у дела. Он меня, говорит. Там, говорит. Так, говорит. Отучил. Но я не то, что я запаха дыма боялся. Вот как. А сейчас попробуй трой моего ребенка. Даже у нас. И он ткан стоит. Папа сказал. Пусть только тронут. И он здесь же живет среди нас. Он враг восстановления деревни. Ничего нельзя сделать. И Бог сильно карает. Страшно карает. Короткое время теряет все. От его руки гибнет сын. Это даже придумать нельзя. Это ужас один на людей находит. А почему? Ты никого не слушал. Тебя Бог. Теперь ты человеческий суд отверг. Ты не понимаешь, что тебе... Меня не трожьте. Это означает, что тобой будет заниматься Бог. А впасть в руки Бога. Страшно впасть. Послание к евреям. Павел говорит. Страшно впасть в руки Бога живого. Это не человек. И Бог тебе ничего не будет объяснять. Ты будешь доходить постепенно. Но уже на той стороне. Он и меня учил. Я бросил. Другой говорит. Я был в соседнем селе. В районе-то. Ну и иду. Что-то задумался. Слышу кричит. Васька. А ну-кади сюда. Я подошел. Это дед Панкрат. На нашей улице живет. Ты почему со мной не поздоровался? Дед Панкрат. Да я не видел. Он говорит. Как оттрепал меня за уши. Так сейчас придешь домой отцу скажи. Я пришел домой. Отцу сказал. Деда Панкрата не заметил. Дядю Панкрата. Он там шел. Он как бы сдул меня отец еще раз. Ты где был? Ты должен был смотреть. Старый человек идет. Я тебя как учил? Поклонись. Добрый день. Дедушка Панкрат. Дедушка Панкрата. Так? Сегодня попробуй тронить. Ты видишь какой он растет? Ну-ка выдвинься сюда. Егор первый. Вот сюда. У нас боятся как это перед народом где-то. А этот товар сегодня его никуда нельзя послать одного. Он за кем угодно пойдет. Совершенно безответственный. Что он делает? Ну и меня спрашивают. Вы бы взяли с Надим Трудисом? Да он готов. Его сегодня можно уже сделать. с человеком. Сегодня. В этом-то возрасте где. Как? Учить надо. Вот он ударил по этому. По рукомойнику. Тогда что нет еще. Там мыло, стекает. Вода он хватает. Вода я такого еще никогда не видал. Оттуда. На противоположную. На Илюшку. Было? Да. А зачем ты это сделал? Я не на Илю, а я в дыру. Я на Илю ведро пакости налью. Тебя учить, парень, надо. Крепко учить. Лишний вес убрать. А потом начинают у меня диабеты, отеки, вены раздулись, глоукома. Это все лишний вес. Сейчас вот наша знакомая, да, умер отец. На 147, что ли, килограмм было. Что-то такое вот. Ужасно. Во сне повернулся, нога сломалась. Переворачивали вдвоем. Не похоронили. Зачем тебе это нужно было? Вот у нас в природе, по всем направлениям, отец, мать, бабка, прабабка, никого не было полных. Почему? Труд. Труд и босиком. Никого не было. Ни одного нету. Вот и весь ответ. Вот просто стоит тросинкой, лозинкой, говорится. Ну, видели тут? Ваня был какой. Сейчас этот боец растет. Это от нас зависит-то. Зачем в спинарник устраивать? Ты хотел бы быть другим, каким тебя отец хочет видеть? Да. Почему ты ни разу не обратился, не сказал? Дядя, что угодно со мной делай. А она написала, наказывает ее, то другое, я, мать, не могу справиться. Что я с ним буду делать дальше-то? Он уехал. И что? Компьютерные игры. Уже сколько ему, Максиму-то, у Зои? 20 тысяч лет, наверное, где-то. Но в счете стоит. И нигде не работает. Он совершенно тронулся лбом. А здесь был парень такой, помогал. Но она с 7-месячным еще тут была. Не так, что ребенка наказывать надо, но очень редко. И самое главное, это за неправду. Вот за это, за хулиганство, что выходки какие-то тут, да. Ну, а где-то не знаю, тут надо потащить. Этим я бодро бы занялся. Еще могли бы быть, да не могли бы быть, я просто вижу, как он парень меняется сразу. Ну, у него, потому что легко это засыхает. Ему надо так, чтобы рубцы оставались. У Феодосия, императора, было два сына, Гонорий и Аркадий. И он решил дать такое образование, чтобы после меня два останутся императора, восточная и западная империя, чтобы все народы удивились. И он искал, чтобы человек знал мирские науки и знал божественные. Во всей империи не могли найти в одной части. И тогда он скинул клич на восток и говорит, найдите. И нашли такого человека. Знает все, математику, астрономию, географию. И божественно постится монах Арсений. Арсений. Ему потом будет прозвищено, но велитесь большой буквы. И его не могут теперь уговорить. Поняли, что такого больше человека нет. Знать науки те и другие. Но обычно, если он знает мирской академик, никакой божественный. Если здесь знает, там нет. Ну, бывают такие люди, маленько хватает там. Уговорил царя его, подумай, говорит, это все государство может измениться. И он однажды зашел. А он стоит, а они сидят. Как у нас учителя ходят там или как. Он зашел император, поздоровался. Так, а кто здесь учитель? Да я ваше императорское величество. А это кто? Ну, это дети вашего царского величества. Так, слушай, Арсений. Я тебя не для этого искал так долго. Здесь учитель ты. Сядь. Так, здесь нет царских детей. А ну встать, лоберы. Так, пари их. Учи, чтобы это были люди, с которыми можно было жить. Чтобы я больше этого не видел. Учитель должен сидеть. А как? Учился вновь Гамалиила. А сегодня все перевернуто, поэтому нам даже странно видеть. Я даже Аркадий там провинился, что не написано. Но провинился серьезно. Он его так, когда драл розгами, что рупсы на теле остались на всю жизнь. И он поклялся. Только отец умрет. Я императором буду. Я его сразу убью. Арсения. Ему передали. И он бежал, переоделся в нищего и скрывался всю жизнь. Учили, как я только об этот момент хочу сказать. Учили. И пиратовский ребенок. И как наказывали. Вот сейчас пьет человек, молодой. Запил, не знает, что делать. Не знает. В Новосибирске. Лечат. Притом стопроцентное излечение. Притом самое дешевое. Это поркотерапия. Профессор Пилипенко. И газета аргументы и пахты печатает. Какие розги у него. Какой длины он там вырезает. Сколько ударов. Но почему-то результат больше, лучше, когда женщина порет мужчину. А женщина мужчина порет. И он расклад на раскладушке. Своя у него там покрывала. Он лежит. И далее. Мужчина плащет. Не подумайте, что от боли. Нет. Кем я был? И один говорит, был директором. Семья. Все ушло. Ничего нет. И когда узнал про Пилипенко. Прошел полный курс. У меня все вернулось. Как будто черная полоса с меня сошла. Жена вернулась. Дети. Вернулся на работу. Все. И говорит, в 13 веке еще этим лечили. А сок царского достоинства. В Германии. В Испании. А у нас сегодня трудно нельзя. И в линии инвестиции. Это сатана. Библия говорит. Вот прища Соломона. Это Соломон. Не жалею розги. Чтобы впоследствии утешаться. Драть тебя надо. Федор Кармазов говорил. Братья Кармазов. Русского мужика драть надо. Тогда бы революции не было. Я не говорю о взрослых. Ты-то это понимаешь. Тебе ничего не стоит толкнуть. Ударить. Пылью в глаза пустить. Даже здесь. Были. И то-то руку запустил. Она там пущет. А навозная. Пыль опять пустила. Тебя заставил траву порвать с крапивы. Ты гляжу на маму. Как мама реагирует? Поди, мама думала. Сама бы вырвала. Только чтобы руки он не обжег. Нет. Но я не знаю. Я так знаю, что матери боятся. Егор, ты должен поехать другим. Времени остается меньше. Ты пощаще ко мне, где я бываю, подходи. Не твори такие чудеса, как в прошлом году. На стол пыли набрать, а потом ее сдувать на все. Куча на стол. Было? Было. Было. Тебе это нравится? Нет. Нет. Ну а вот такой, как ты есть. Ты сам себе нравишься. Ты думаешь, что совершенный такой, в таком возрасте. Сколько ты лет тебе? Тринадцать. Тринадцать? Будет четырнадцать седьмого августа. Ну, будет четырнадцать. Понятно. Отец хочет тебя видеть другим? Да. Да, и мама. Принеси им этот подарок. Такую дали лететь. Пятнадцать или сколько часов быть в воздух. И вернуть тебя ни с чем. Я ведь тоже ответственен. То есть я обольстил вас. Зазомбировал. И вы из Канады прилетели. Но мне-то хочется, чтобы ты полный курс прошел. Какой? Работа. Смотрим где. Фильмы обсуждаем. Занятия идут. Ты везде проявляй активность. Я не знаю, как он спит там. Как он там ложится сразу или не сразу, да? Ложится. Ну, видишь. А у нас не положено. Легли спать. Даже шепотом нельзя разговаривать. На тебя уже фактически это означает жалоба. Жалоба это означает два часа тебе стоять на вытяжку. Выйти на улицу и стоять. Одеться хорошо. Два часа много. Разделяйся на четыре части. По полчаса. По полчаса. Я это разрешаю. Палочку в руки. В отборку саденется и стоит. И звезды считает. Молится. Они у Никиты стоят. А? Никита ставит их на часы. Ставил? Да. Значит, если в Англии обычно, если в общежитии разговаривал, два замечания и доводят. А где я жить буду? Не знаю. Ты должен знать. Тебе наши порядки не нравятся. Мы легли отдыхать. Мы должны мгновенно заслыть. Рано встать. У нас короткая жизнь. Надо взять все, наполнить ее благодеянием. Не так, что лег ты. Потому что ты идешь, энергии нисколько не тратишь, и тебя хватает на кровать еще. А у меня не хватает. Я вот только прикоснулся. Но сколько, не знаю. Со мной была сестра одна. И она говорит, 40 примерно секунд. 47 секунд. Все, я полностью уже уснул. А какой способ? Работать до пота. Работать не по клавиуму. На душе, чтобы было легко. Без обид. Дорогой Егор. Приступай с сегодняшнего дня. Ребятишек меньше. Кто тебя задирал, их нету. Это уже хуже. Ты должен был терпеть. Ну и что? Ты, конечно, можешь этого воробья давануть животом. Но что из этого получится? Значит, тебе не нравится. А отец, папа, я заверю, так уж как было. Хочет видеть тебя другим. И я хочу видеть тебя другим. Понял? Да. Ты хочешь, чтобы тебя наказывали? Да. Слышал, а ты, мама? Не против. Я не калечу, не издевательство никакое. Нет. Этот выпрашивает всегда. Илья. А можно по рукам крапиву. Можно. Два раза разрешил, он думает, всегда так будет. Не будет. Не будет. Почему? Тебе надо, тоже, Илюша, выйти из этого анабиоза. Становись, Илюша. Анабиоз это полумертвое состояние. У человека, так бывает, в анабиоз попадают пчелы, мухи в какой-то период времени. Так и этот. И вот он и надо. Отличиться-то нечем, а охота. Им охота быть другим. И он поэтому и сядет, и выкрутится так и так. Ну, посмотрите, какой я. Этого не надо. Не надо. Ты ничем не выделяйся, а люди это заметят. Заметят пара слов, и уже начальник. Вот у нас приехал начальник проверять настройки-то. Но я подошел, вопрос, какой я подошел плотною. Почему женщины на пятый этаж носилки носят? Разве нельзя сделать по-другому где-то? Ведь Господь как сказал? Вот сразу. У вас евангельская речь. Это вы где взяли? Все. Только пришел настройку, уже тебе афишу повесили. Как здесь. Потом мы отправили друзей. Вы молимся. Отец поблагодарил за Загуляева. Видели, как прощались. Ну и эти доехали еще неизвестно, как доехали. Бог даст, доедут. Я даю вам наказ. Вы упомните. Виктору Николаевичу, значит, Владимир. Никита, если можешь, идешь. Пойдешь кину? Вот что, Сережа, если можешь. Пойдите. Ты запомни. Утром вечером обед, чтобы был здесь. Тебе не надо время тратить. Я стою здесь с Володей. Тут надо у Надежды Васильевны провести. Солбы копатили. А вы забудьте здесь с детьми. Я могу взять одного. Вот его. Вот видите, двое выскочили. Вот мне уже, я уже в дереву пошел. Мне хороший помощник Нестор всегда был. А тут Егор. А Егора он не будет. Понимаете, мне полезнее взять Нестора. Но Нестор, ты здесь остаешься, а Егор уедет. И Егора берут. А Нестор ко мне. Мне три человека. А Нестора ко мне говорил. А Нестора можно с привеском штук пять. Всех девушек забери. Все, садимся за стол. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Послава Божьей. Я брак, оешьте так, не забудьте только все вещи отгромить. Будылёк оставил. Будылёк оставил. Будылёк это, а еще поднимите. А как-то эта водра. Как раз сколько болел, я его почти вытащил.